всем большой привет друзья с вами как всегда на связи ворлкар.ру меня зовут иван сегодня у нас очередная уже третья по счету серия просчета стоимости автомобилей спасибо вам за большую поддержку за ваши лайки за ваши комментарии мы видим что эта тема действительно очень важно для вас и правильно сейчас цены все еще продолжать снижаться евро иена и доллар продолжает падать время для покупки прямо сейчас наши контакты сейчас на ваших экранах пожалуйста пишите звоните мне всем удается ответить оперативно в комментариях на ю тубе поэтому для быстрого и качественного просчета стоимости обращайтесь нашим менеджером по телефону ватсап telegram также заходить наш сайт ворлкар.ру вот так выглядит наш офис мы реально существующей компании в лодиостоке и реально торгуем из офиса лодиостоке напрямую ну а теперь перейдем к видео продолжаем рассчитывать автомобили сегодня с бюджет 800-900 тысяч рублей мы приближаемся друзья вместе с вами к миллиону сегодня для вас про порядка 15 интереснейших моделей которые можно выгодно возить с аукцина в японии в россию также в конце мы рассмотрим еще бонусом несколько моделей поэтому обязательно досматривайте данное видео до конца ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал если вы еще этого не сделали в данном видео постарались охватить большой спектр автомобилей это и кроссоверы и универсалы и хэтчбеки и седаны поэтому впереди вас ждет много интересной информации ну все довольны лирики давайте перейдем к конкретным вариантам и начнем мы с седанов а именно стоит алион сюда же попадает и премию это четырнадцатый год выпуска на моторе 18 на переднем приводе пробег 59 тысяч километров g комплектации с четверкой оценкой алион один из самых любимейших седанов это средний размерный седан давайте посмотрим его цену в владивостоке алион на моторе 18 я знаю что многие как раз и вот эту золотую середину на моторе и на 8 рассматривают полторашками интересно двухлитровый варианты все-таки не выгодно сейчас привозить а вот на моторе 18 845 тысяч рублей в владивостоке у вас будет полноразмерный седан с прекрасными ездовыми характеристиками идем с вами дальше следующий седан на котором я хотел бы остановиться это toyota corolla axio 2018 года выпуска обратите внимание пробегу данного экземпляра всего 6000 километров абсолютно новый автомобиль 4 балла его оценка полуторалитровый мотор на g комплектации также попадают сюда варианты на моторе 1 и 3 и также полноприводным то есть почти вся линейка corolla axio попадает вот в обозначенный сегодня нами бюджет вот его аукционный лист вот так выглядит сам автомобиль и давайте посчитаем сколько он стоит в владивостоке подобно акси обходится владивостоке в 753 тысячи рублей идем дальше следующая основка это honda honda grace гибридный вариант на полном приводе 2015 год выпуска его пробег 97000 четверка оценка я думаю что многие знают этот автомобиль и как-то на мой взгляд незаслуженно немножко был в последнее время забыт но присмотритесь к данной модели очень интересный вариант причем это гибрид и полный привод и подобная honda grace обойдется владивостоке в 759 тысяч рублей grace к слову построен на базе фита имеет такую же силовую установку следующая основка это хэтчбеки и конечно же toyota prius нельзя ни в одной подборке с ценами обойтись без toyota prius это 30 кузов 1.8 двигатель 14 выпуска чуть чуть больше ста тысяч пробег четверка его оценка в с комплектации если помните в прошлом видео у нас был 20 приус 30 приус также заходит в бюджет 800-900 тысяч рублей это и эльки и эски даже можно найти g комплектации в данный бюджет здесь можете видеть очень хорошо автомобиль оснащен есть и туманки состояние у машины достаточно неплохое давайте посмотрим сколько вот данный prius будет стоить в владивостоке и подобный то это плюс можете смело рассматривать 848 тысяч рублей приус лишний раз в рекламе конечно же не нуждается очень ликвидная машина купили поездили и без проблем сможете потом продать надежней агрегаты популярнейший автомобиль дальше с вами идем следующая основка это mazda axel 14 года выпуска 105 тысяч километров пробег на полном приводе 4 балла ее оценка идеальное состояние у машины и фирменный mazda вский красный цвет давайте посмотрим сколько теперь axel стоит в владивостоке axel можно покупать 778 тысяч рублей идем с вами дальше переходим к минивэном toyota isis 13 год выпуска в комплектации платана одна из самых хороших комплектация для данного минивэна на моторе 184 балла оценка 72 тысяч километров пробег присмотритесь очень практичный минивэн от toyota isis на моторе 18 заходит в владивосток 806 тысяч рублей следующий автомобиль некотором роде конкурент toyota isis у mazda bianthe 10 года выпуска 73 тысяч километров пробег 4 балла его оценка и мотор 2,0 литра и подобную mazda bianthe вы можете рассматривать 859 тысяч рублей чем примечательны mazda многие как раз хотят классический автомат в качестве трансмиссии и mazda это дает что в случае с bianthe что в случае с axel и у вас будет установиться не вариатор не робот а классический автомат идем дальше и следующий вариант это toyota сиента совсем конечно не конкурент isis и bianthe немножко другого формата автомобиль больше конкурент фриду но фрид можно рассмотреть старых годов выпуска подешевле он в прошлой подборке у нас был сиент попадает в эту подборку 18 год выпуска это бензиновый автомобиль полуторалитровый мотор 4 балла оценка 113 тысяч километров пробег в хорошей комплектации g и вот так автомобиль выглядит также сюда попадают и полноприводные сиенты тоже их можно рассматривать данный бюджет давайте прочитаем конкретно этот автомобиль сколько бы он обошелся в владивостоке проходная сиента 18 года обходится в владивостоке в 821 тысячу рублей с минивэнами у меня все переходим теперь к кроссоверам mazda cx3 2015 года в хорошей комплектации xd towering 4 балла его оценка пробег 103 тысяч километров это версия на дизельном моторе 1,5 литра и конечно же как и всегда случай с mazda и классический автомат в очень кстати хорошим синим цвете вот так вот автомобиль выглядит набирает популярность данный кроссовер и давайте посмотрим сколько он обходится в владивостоке mazda cx3 на дизельном двигателе вы можете рассматривать 912 тысяч рублей mazda cx3 наряду с везелем и си чером стоит и это на сегодняшний день один из самых доступных кроссоверов с аукционов японии следующий автомобиль то nissan жук 14 года выпуска на полутора литра бензиновом моторе на переднем приводе 89 тысяч километров пробег в неплохой комплектации премиум с четверкой оценкой я знаю что жук также интересен достаточному числу людей давайте посмотрим сколько вот такой автомобиль стоит в владивостоке жук можно рассматривать 696 тысяч рублей и замыкает сегмент кроссоверов наверное один из самых топов это toyota rush тренадцатого года выпуска на полноприводном исполнении 4 балла оценка и пробег 61 тысяч километров очень часто автомобиль данный спрашивают покупают прямо народный любимец я вот так прямо таки назову и такой rush обходится в владивостоке 801 тысячи рублей 5 моих копеек о данном автомобиле мне честно никогда rush не нравился я не понимаю народной любви этого к этому автомобилю поэтому друзья если вы любите данный автомобиль напишите пожалуйста за что вы его любите за дорожный просвет за полный привод за надежность или еще за что-либо будет интересно почитать дальше мы с вами переходим к одной из самых популярных категорий автомобилей это универсалы и хотелось бы начать с toyota wish тринадцатого года выпуска на моторе 18 передний привод в с комплектации 4 балла оценка вот такой стильный вариант очень стильно автомобиль смотрится дизайн действительно увиша классный давайте посчитаем сколько решили сегодня стоит и подобный вещь заходит семьсот восемьдесят семь тысяч рублей это один самых ходовых вариантов двухлитровый не торчатся спрашивает а вот 18 очень часто у нас лично в списках покупок следующий автомобиль это toyota приус альфа дори стайлинг приус альфа составляет такую весомую достаточно конкуренцию вишу но виш выигрывает тем что у него есть полный привод а toyota приус альфа полного привода не имеет но имеет гибрид и сегодня гибридный toyota приус альфа тринадцатый год выпуска сто сенадцать тысяч километров пробег в классной комплектации с туринг посмотрите насколько автомобиль модно смотрится даже дори стайлинг выглядит стильно не говоря уже конечно о рестайлинге очень хорошее состояние у машины можно рассматривать как и с так и sl так и g в общем масса вариантов когда готовилась к этому видео прошерстил всю статистику за последний месяц действительно эти альфы продаются в этот бюджет и много достаточно вариантов торгуются поэтому присмотритесь кто хотел альфу кому нужен классный экономичный универсал кира минивэн обратите свой взор именно на альфу и подобные дори стайлинговые варианты toyota приус альфа обходится аудиостоки 843 тысячи рублей там такие же агрегаты как у приуса такая сила установка очень надежный и ликвидный автомобиль имейте его также в виду следующий автомобиль это honda shuttle 16 года выпуска в g комплектации 4 балла его оценка и 76 тысяч километров пробег это бензиновая версия на передней приводе но также в бюджет который мы с вами сегодня рассматриваем входят и гибридные версии в том числе давайте посмотрим сколько вот такой шаттл заходит в владивосток и honda shuttle обходится 833 тысячи рублей и замыкает у нас сегмент универсалов honda стрим 11 год выпуска 75 тысяч километров пробег 4 балла его оценка на моторе 18 в хорош комплекса rsd я знаю что данные стримы также достаточно наряду с вещами популярны и давайте посмотрим сколько вот такой стрим в очень хорошем состоянии обходится в владивостоке и на стрим вы можете закладывать 682 тысячи рублей наверное друзья видео получилось уже долгим я надеюсь что вы досмотрели до этого момента и это вот те основные модели которые я для вас отобрал сейчас я хотел бы немножко перейти к бонусной модели давайте я покажу вам их а просчитывать уже не буду и думаю поверите вы мне на слово они входят в бюджет 800-900 тысяч рублей и это например toyota рактис 16 год выпуска в x комплектации 4 балла оценка в неплохом состоянии и я знаю что рактисы тоже есть фанаты прямо этих машин поэтому кто хотел рактиса можете обратить на него внимание следующий автомобиль это suzuki ignis 16 года выпуска 35 тысяч километров пробег на гибриде его оценка 4 посмотрите тоже некий кар мотор 1 2 литра интереснейший автомобиль частых вижу в потоке владивостоки вообще после время вот suzuki делают достаточно интересные модели следующий автомобиль который также на мой взгляд очень интересен к покупке это subaru impreza g4 16 года выпуска на моторе 1.6 литра полный привод сто семь тысяч километров пробег 4 балла его оценка это средний размерный седан присмотритесь кто любит subaru я думаю вам данный автомобиль понравится и еще одна subaru impreza но в этот раз уже идет хэтчбэк это уже 18 год выпуска на моторе 1.6 литра друзья и еще я хотел бы упомянуть что когда я готовился к данному видео я почти все модели марки посмотрел и отобрал именно те самые интересные которые обходятся 800-900 тысяч рублей и несколько моделей которые я хотел бы вам подсказать но сегодня которые в данное видео не попали это корола румеон это toyota порты toyota round toyota spade винград кстати говоря универсал от nissana и сильфи еще вот их вы можете рассмотреть просто в данное видео они сегодня не попали давайте вспомним что попало какие модели марки я предлагаю вам рассмотреть toyota leon на моторе 1.8 toyota corolla axio honda grace гибрид на полном приводе легендарный toyota prius гибрид mazda axella на классическом автомате в 4 в.д. исполнении toyota isis минивэн на моторе 1.8 mazda bianthe на моторе 2 литра минивэн toyota sienta mazda cx3 дизельная на классическом автомате nissan juke toyota rush toyota wish toyota prius альфа гибрид honda shuttle бензин так и гибрид honda stream toyota рактис suzuki ignis гибрид subaru импреза g4 седан и subaru импреза хэтчбэк ну что друзья вот такая подборка автомобилей получилось бюджет 800-900 тысяч рублей я надеюсь вам было интересно и вы досмотрели до этого момента если досмотрели обязательно ставьте лайк напишите комментарий я проверю кто досмотрел а кто нет как вы можете видеть цены действительно очень классные они примерно такие же как были в до пандемийные времена и сейчас автомобиль из японии это лучшее вложение средств все наши контакты находятся в описании наш сайт в руках скажу заходите будем рады с вами посотрудничать на этом все друзья увидимся в новых видео всем пока пока